В Алтайском крае зарегистрировано почти 18 тысяч людей с диагнозом ВИЧ-инфекция. Треть от этого числа – жители Барнаула. Мужчины и женщины, которых врачи учат не ставить на себе крест и создавать семью. Главное – не допустить распространения вируса. Здравствуйте, можно? А, здравствуйте. Как это у меня Наталья идет, да? Почти всех пациентов, акушер-гинеколог Наталья Кузнецова, хорошо знает. За год через нее проходит несколько сотен женщин. Наталья ведет прием в спид-центре. У ее пациенток положительный ВИЧ-статус. Идемчик у нас с вами здоров, потому что вы и в прошлый раз встали достаточно рано по беременности. Сегодня риск заражения ВИЧ едва ли не больше, чем в 90-е нулевые. Тогда нас пугали рекламы про опасность иглы, и многие привыкли бояться именно этого фактора. Сейчас встретиться с вирусом может любой. Картина нашего пациента значительно поменялась по сравнению с тем, как это было 15-20 лет назад. Каждый человек в нашем обществе рискует встретиться с ВИЧ и попасть в категорию уже ВИЧ-инфицированного. На сегодняшний день практически в 75% случаев передача ВИЧ в популяции реализуется половым путем. А это естественное событие. На половой акт приходится до 70% заражения ВИЧ. Важно не запустить болезнь, особенно для женщин. Ведь рано или поздно каждая становится мамой. Сейчас на учете краевого спид-центра 9 тысяч женщин фертильного возраста. Это значит, каждая из них может стать мамой. Но куда больше потенциальных мам о своем ВИЧ-статусе не знают. Какое-то время эта болезнь протекает бессимптомно. И если нет причин, ВИЧ, как правило, не тестируют. А зря. По статистике, треть беременных ВИЧ-положительных женщин узнает о своем ВИЧ-статусе только во время планового обследования по беременности. Если женщина не знала о том, что у нее ВИЧ-инфекция, обыкновенная женщина идет на учет вставать в женскую консультацию. Чем раньше она пришла, тем раньше проведено обследование, в том числе и на ВИЧ-инфекцию. На разные. То есть, чем раньше женщина начала обследоваться, тем раньше выявляется что-то, если это что-то есть. Если в крови женщины обнаружен ВИЧ, в спид-центре проводят глубокое исследование. Забирает, соответственно, как образцы крови, так и образцы реагентов необходимых. А в этом барабане происходит уже смешивание непосредственно биохимической реакции. Ну, например, вот по билирубинам, да. То есть, может быть, выше нормы, ниже нормы. На основании этого можем предположить о наличии какой-либо патологии у пациента. Какие показатели отличаются от нормы? Какие органы уже страдают? Насколько вирус силен? Кровь каждого пациента пропускают через несколько аппаратов, чтобы исключить ложноположительный результат. Но все равно сейчас зараженных выявляют меньше – около полутора тысяч человек в год, отмечают врачи. Меняется и статистика. Если раньше подавляющее большинство ВИЧ-плюс были мужчины, сейчас ситуация выравнивается. Средний возраст больных с таким диагнозом – 30+. Если говорить о женщинах, то вероятность рождения больного ребенка от ВИЧ-положительной мамы при отсутствии профилактических мероприятий – 30%. Однако, к счастью, чаще болезни предотвращают. Так, сегодня под наблюдением в краевом спеццентре находится около 300 детей. С каждым годом ВИЧ-положительные мамы рожают все больше. Сейчас в крае больше пяти тысяч детей, которые появились в ВИЧ-положительной семье, и абсолютно большинство из них здоровы. От вовремя поставленного диагноза зависит качество жизни нескольких человек. Поэтому в следующем году в спеццентре планируют объехать дальние районы на новом мобильном комплексе, где будет работать целая команда. Бригада, в которую входят врачи разных специальностей, и не только врачи. Там будет психолог, социальный работник, врач-эпидемиолог, фельдшер. Основной целью данного комплекса – это повышение доступности к обследованию на ВИЧ-инфекцию. По словам врачей, мобильные центры – популярное направление в российской медицине. Судя по практике, молодежь, работающее население активно пользуется именно этим форматом из-за удобства. Там у нас будет сидеть психолог или социальный работник, или врач-эпидемиолог, врач-консультант, который будет рассказывать о ВИЧ-инфекции, о мерах профилактики, о мерах борьбы с ВИЧ-инфекцией. И, соответственно, основной отсек – это отсек для сдачи теста, для забора крови. Сначала человек пройдет экспресс-тест на ВИЧ, и при положительном результате врачи тут же возьмут все необходимые анализы для исследований в Барнауле. Все это сэкономит время для определения стадии болезни. Татьяна ВИЧ положительна. О своем статусе узнала, будучи беременной. Сначала очень сильно я испугалась. Думала, все, развод. Нет, муж принял. Было 14-15 недель. Ну и все, как бы, и вот 16 недель начала принимать терапию. Первому ребенку Татьяны 13 лет. Терапию начали поздно, и дочь унаследовала вирус иммунодефицита. Все 13 лет женщина пьет таблетки, и в итоге вторая дочь родилась здоровой. К Новому году с учета должны снять и сына. Пока подозрений на ВИЧ нет. А старшая девочка каждый день пьет препараты. О своем статусе знает с детства и принимает его. Это было сложно? Это было нервно? Для нее нет. Я не знаю, как остальные дети, но для нее нет. Она очень легко прошла. У нее есть подружка. Она с подружкой уже поделилась. Она приходит со школы и говорит. Вот сегодня к нам приезжали, допустим, с центра и разговаривали. Я такая говорю, ты вообще как, общалась или нет? Она такая говорит, мам, ты понимаешь, у нас детки, которые не болеют этим, но они больше меня знают. Я говорю, ну хоть правильно отвечают? Она такая говорит, да. Ни Татьяна, ни ее дочь не сталкивались с буллингом из-за диагноза. Женщина говорит, уровень информированности в обществе растет, и никто не сторонится больных ВИЧ. Однако врачам иногда стоит усилий приучить человека к терапии, особенно беременную. Медики подчеркивают, если раньше препараты могли действительно сильно подавлять функции организма, или таблеток элементарно было много, то сейчас это одна пилюля раз в день, как правило, не вызывающая побочек. Но и это не единственная причина отказов. У кого-то против мужа, против семья. Зачем ты будешь пить какие-то таблетки, вредить своему ребенку, ты беременная. Для этого я приглашаю всегда семейные пары. Наталья Кузнецова еще и от того хорошо знает своих пациенток, что занимается с ними в школе позитивного материнства. Занятия проходят как индивидуально, так и в группе. Это специальный проект спеццентра, чтобы рушить в обществе неверные стереотипы. Мне, во всяком случае, очень нравится разговаривать с семейной парой, вот когда особенно в первый раз проходит. Я всегда приглашаю мужа, всегда, чтобы семейная пара. И первоначально, ну, достаточно долгое время уделяю и объясняю на все-все-все вопросы. Не должно оставаться вопросов. Иногда эти беседы длятся по несколько часов. Врач рассказывает о важности терапии, выдает в помощь брошюру и как психолог объясняет, как важно принять свою болезнь и жить дальше большой семьей. Когда женщина стоит просто на учет, вот сюда в центр спит, обыкновенная женщина, у которой выявилась ВИЧ-инфекция, сразу настраиваем на то, что мы с вами будем рожать и не одного, и все у нас будет нормально. И действительно, по словам врачей, пары часто возвращаются сюда за вторым ребенком и третьим. Страх передать вирус при правильном подходе исчезает. Если же проводить все необходимые профилактические мероприятия, а это планирование беременности, начало антиретровирусной терапии до зачатия, проведение профилактики ребенку в течение четырех недель, отказ от прикладывания груди, и вот по совокупности всех этих действий вероятность того, что ребенок будет болен ВИЧ-инфекцией, стремится к нулю. И на сегодняшний день этот показатель в крае составляет меньше 1%. Главный инфекционист объясняет, что сегодня ВИЧ уже перешел в разряд хронических болезней. И все, что нужно – выявить его, а после – не игнорировать терапию. Тогда есть шанс не ощущать вирус вовсе и жить полноценной жизнью. Самое главное – не бояться. Это не смертный приговор. Это не смертный приговор. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.